Я бы, знаете, сказала, что это фильтр подсустороннего мира. Вот сейчас бы я уже, наверное, так бы замахнулась. Подсустороннего — это не в смысле, что загробный, а в смысле то, что когда ты можешь себя видеть во всех других мирах, в других семи мирах, как минимум в семи мирах. Почему? Потому что когда ты себя не видишь в каком-нибудь из миров, ты начинаешь злиться. Смотрите, как это происходит. Например, я сейчас, когда не осознаётся, что человек находится сразу же в нескольких мирах, он живёт, существует, всё это делает сразу же в нескольких мирах. Когда он это не осознаёт, то, например, я там сказала какую-то фразу, и через какое-то время я пожалела о ней, об этой фразе, и я начинаю злиться. Если я себя вижу во всех мирах, то я знаю, что в этом мире я сказала эту фразу — вижу результат. Я в другом мире сказала другую фразу — я вижу результат. Я в третьем мире сказала третью фразу — я вижу результат. И я понимаю, я в каждом мире понимаю, какая фраза может дать какой результат. Но это я вижу не разовый результат, а прям как течёт жизнь. И получается, что я себя вижу, я есть, и я каждый раз в новом мире себя вижу с разными декорациями. И когда я это вижу, мне злиться незачем. Я начинаю жить свою жизнь. Я живу не в состоянии наблюдателя, а я и есть тот, кто это всё живёт, кому не нужно за этим наблюдать. Я тогда уже себя не смотрю туда, а я живу там, я живу там, там и там. И когда ты это осознаёшь, когда у тебя это понимание приходит, всего, что ты есть везде, то вот эти клычки, они у нас бывают, что вместо того, чтобы стачиваться, бывают, что они нарастают как будто. Это как раз, если образно говоря, печень, если глубже заходить, то это подсторонняя мера. Так, дальше 4-5, 4-5. Дальше, здесь, сверху и внизу. Это... Ум.